Уважаемые товарищи, возглавляем работу семинара по рабочему движению Российский Комитет Рабочих. На повестке дня у нас рассмотрение третьего вопроса об организации коллективных действий профсоюзов. Для доклада приглашает товарищ Кудрявцев. Ну я, наверное, и давайте так. Вот у нас сегодня повестка дня очень так логично выстроена. Значит, первый вопрос – 6-й рабочий день. Второй вопрос – включение его в коллективный договор, то есть вопрос о коллективном договоре. И третий вопрос – коллективные действия. Так вот, опыт, вот мой личный опыт, значит, об остальном опыте я тоже скажу. Значит, в общем-то, говорит одно, что главным стимулом для коллективных действий профсоюзной организации, вообще коллектива, является коллективный договор. Вот то, на чем мы остановились, сейчас давайте продолжим. Коллективный договор – это, значит, опыт докеров, которые неоднократно здесь об этом докладывали, значит, опыт вот завода «Электромаш», на котором я работал, ну и опыт других предприятий. Значит, что такое коллективные действия при заключении коллективного договора? Мы здесь рассматривали уже неоднократно, так сказать, методики, состав коллективного договора, методики, заявления, переговоров, заключения. Значит, коллективные действия при коллективной договорной компании начинаются с того, что коллектив знакомится с проектом коллективного договора, который предлагает профсоюзной организации, я обращаю ваше внимание, если нет, в общем, желательно, вот, если нет, с проектом, который предлагает администрация. Идет обсуждение в коллективах, вырабатывается мнение, это уже коллективные действия, кстати сказать, которого администрация очень пугается. Потому что в процессе вот этого действия, во-первых, люди учатся, во-вторых, люди формируют позицию отношения и к коллективному договору, и к администрации. Вот это вот очень важный момент. Следующий этап. Значит, коллективный договор заявлен и начинаются переговоры. Какие коллективные действия перед каждой встречей? То есть там идут переговоры как? Берется раздел. Значит, на следующем заседании обсуждаем вот этот раздел коллективного договора. Представители коллектива идут о предприятии, с людьми разговаривают, формируют мнение, формируют позицию. Эта позиция доносится на переговорах. Это тоже коллективное действие, потому что доносится позиция коллектива. В случае несогласия здесь уже начинают, скажем так, другие действия уже. Там собрание, требования напрямую к администрации, коллективный трудовой спор, вплоть до забастовки, все что угодно. То есть коллективный договор в основном принимается тот, который в лучшем случае отражает интересы рабочих, в худшем случае хотя бы сбивает то, что администрация придумала для того, чтобы рабочих придавить, только в случае, если коллектив занимает активную позицию. Но здесь вот тоже звучало, что лидеры, разные лидеры, да, лидеры – это очень важно. Это очень важно, это должны быть люди, так сказать, с четкой, внятной позицией, не боящиеся, но какой бы человек сильный и смелый не был, если у него нет поддержки в коллективе, он ничего не стоит. Его сомнут, найдут тысячу способов. Значит, в самом начале нашего движения, это год, наверное, 92-й, да, Константин Александрович? Дзержинский тогда, мы в Дзержинский совет рабочих приехали, нас пригласили там, вопросы были у товарищей. Приходит женщина и говорит, а вот мы провели забастовку, это она еще говорит, вот, значит, чего-то там они добились, а потом она уже плачет, ну, виноет, значит, вот нас начали потихоньку всех забастовщиков вольнять, а потом она плачет, уволили всех. Значит, Константин Александрович у нас очень строгий человек, он говорит, а вот вы провели забастовку, чего-то там добились, а после забастовки у вас что в коллективе осталось? Она в смысле? Он говорит, ну, сухой остаток, какой? Вот вы провели забастовку, вы победили, дальше что, ничего? Ничего, да ничего, нет ничего, и вас нет теперь. То есть, обязательно, коллективное действие должно вести за собой какую-то форму организации, то ли укрепление имеющейся, то ли создание новой. Вот, причем организации такой, которая бы своих лидеров ни при каких условиях не сдала. Это вот очень важный момент. Лидер силен организацией. Не сам по себе, а организацией. Другое дело, что идеологию сформировать и так далее, да. А вот сила устойчивости лидера, это сила устойчивости организации, прежде всего. Нет организации, какой угодно лидер съедят. Вот. Значит, такие ситуации у нас наблюдались. Здесь, в Нижегородской области, вот тут хвалили, что профсоюз защиты создавали. Вот создали профсоюз защиты. Ребята ринулись, вытрашив глаза. Их всех съели, потому что организация все-таки должна быть сформирована, прежде чем не просто формально, что вот мы есть на бумаге. Дайте нам то, сё, пятое, десятое, и будьте добры с нами считаться. А должна быть организация, у которой за душой что-то есть. Вот. Поэтому при формировании, при создании профсоюзных организаций, значит, желательно, без грохота и воплей, сформировать нечто лучше всего коллективный договор, который предъявить коллективу и предъявить администрации. Но это будет коллективный договор. Вот. И если он будет касаться соответствующего качества, коллектив поддержит, и организация становится устойчивой, и её просто так не съешь. Вот. Значит, могу сказать, что администрация к организациям, которые устойчивы и сильны, относятся с уважением. И к лидерам относятся с уважением. И ищут способы для того, чтобы их уволить. Вот. так сказать, в лоб, в прямую, даже не пытаются давить. Вот. Значит, вот, коллективный договор, это, ну, скажем так, достаточно высокая цель, ради которой, да, дальше все коллективные действия идут в основном, в основном, по защите коллективного договора. Вот коллективный договор есть, администрация перестает выполнять коллективные действия. Там, собрание, забастовки, всё, что угодно. коллективный трудовой спорт, пожалуйста. Вот. То есть, по защите позиций коллективного договора, которые, то сказать, администрация пытается не исполнять. Вот это очень важно. За другое, ну, во всяком случае, я не знаю, чтобы люди поднимались за что-то другое. Вот. Непривязанные, к интересам их. Вот, кроме коллективного договора на заводе, я не знаю, что. Честное слово. Вот. Значит, то же самое докеры. Там очень мощная организация. Значит, они были законодателями касать методик заключения коллективного договора. борьбы за коллективный договор. Я считаю, вот высший пилотаж, который они продемонстрировали, они остановили порт на одну минуту. И после этого администрация без звука подписала коллективный договор. Все, ребята, все, сдаемся, все. То есть, они в ноль часов встал, в ноль агну, ууу, порт поехал. Все. Прекратили все споры. Вот. Это сила коллективных действий. Значит, было время, когда коллективные действия проводились ради высокой цели. Высокой целью такой у нас был Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой кодекс был сформирован, Шедотову Константину Васильевичу, будем так говорить, нечего тут организации перечислять. И был заявлен, и он шел конкурсом со всеми остальными. И делали все, там и конкурс 7 или 8, конкурс 8, в общем, какой-то не было. Правительственный кодекс ужасный. 6 лет, вот благодаря коллективным действиям, Красную Сормову Гудело останавливали, в Питере предприятия вставали, значит, у нас Красную Сормову, Электромаш, Маршзавод. То есть, крупные предприятия вставали в поддержку 6 лет, значит, удерживали от принятия, значит, вот этого правительства кодекса, в конце концов, такой, я не скажу, что совсем компромиссный, вот, ну, там пункты из нашего кодекса вошли, например, нерабочий день 23 февраля. Вот, значит, то есть, вот ради этого тоже люди вставали, к сожалению, сегодня. Вот те советские люди, которые тогда вставали, в основном уже на предприятиях не работают, они уже нерабочие, вот, а многих и нет уже совсем, вот. Поэтому, значит, базовые позиции, на которых оттачивается организация, формируется единство и, так сказать, общая позиция, это коллективный договор, значит, сложности, какие будут в этом случае, обязательно. Первая сложность, это в профсоюзной организации, формируется, найти общий язык, общее понимание задач, которые стоят перед коллективным договором. Вот, у меня лично, когда, так сказать, вот проект я принес в профорганизацию, а сложность была еще в чем? Из советских времен правком, значит, рабочих три человека, вот. Вот, собираются правком, когда им начинаешь говорить о том, что вот надо это, надо то, надо бороться, надо, они смотрят и не понимают, о чем я говорю. Вот поделить что-нибудь, что там поделить есть? Администрация дала что-нибудь? Давайте поделим. Вот это они с удовольствием. Они уже привыкли, что они делили путевки, машины, квартиры, ну и так далее. А тут делить нечего, им грустно. Когда начинаешь говорить, что надо вот это, 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 во-первых, они сами не понимают, во-вторых, совершенно уверенно говорят, а нас не поймут в коллективе, а мы против. И вот самое трудное, это в профорганизации, профорганизацию сориентировать на, так сказать, свои позиции, чтобы поддержали позиции именно вот прогрессивного коллектива, значит, договора. Вот это самое сложное, когда при организации, забастовке любого коллективного действа, все равно это профсоюзный комитет тут играет очень важную роль, опять, если в профсоюзном комитете, надо обязательно в профсоюзном комитете выдержать вот эту драку, а будет драка. При каком угодно составе, будет драка обязательно, это проверено. Вот, потому что профсоюзный комитет у нас поменялся, и все равно, было то же самое, все равно было. Нас не поймут, нас не услышат, вот, так, ладно, чуть позже. Вот, значит, и тут надо, вот тут от лидера многое зависит, выстоит он или нет. Вот мне пришлось, например, в конце концов дойти до того, что я встал, одел куртку и сказал, привет, ребята, я ухожу. Они, что ты тут, вы не ходите, куда, подожди, подожди. И начался разговор, и, так сказать, решение было принято положительное. Ну, вот крайний случай, вот, пришлось так, вот. Ну, они понимали, конечно, что если я пойду в СХ, там поддержат меня, а не их. Вот. Это тоже вот такой вот важный момент, бояться не надо, бояться не надо. А. Так, что-то выронил. Выронил. Ладно. Сейчас вспомню. По поводу того, что говорить. Вот здесь я опять критикую присутствующих здесь рабочих. И вообще рабочих в принципе. Вот, товарищи, дорогие, сами возьмите за правило и объясняйте людям. У нас рабочие говорят, да чего, я косноязычный, я и говорить-то не могу. Я уж это, я уж... Значит, когда есть что сказать, надо говорить. Меня не поймут, захотят, поймут. Не захотят, попова не поймут. Вот, что хочешь. Говорить свою позицию, поддерживать позиции другого вслух. Это очень важно. И во время коллективных действий, когда вот брат Константин Александровича, совершенно неожиданный для меня, он такой, немножко другого склада. Константин, приехали в областную администрацию, и он вышел на трибуны, и немцов такой воткнул. Ну, приятно же. Так что, коллективные действия выявляет еще вот, что важно, таких людей. Вот, неожиданно так. Там что получилось? Я голос потерял, я говорить вообще не мог. А, что делать будем? Понимаю. Не важно. А Владимир вышел и все выдал. Вот. Видите? Ну, вот так вот, в общем-то, еще раз говорю, дорогие, для того, чтобы побеждать, для того, чтобы организовывать людей, для того, чтобы создавать свои организации. Или перетаскивать на свою сторону ФНПРовский, Соспрофовский и так далее. Для этого надо людям предлагать, позитив это раз, и поднимать людей. Человеку объяснять, ты можешь все. Мало того, ты обязан делать все. Вот за все в мире отвечаешь ты лично. Ни на кого не жалуйся никогда. Помогает. Помогает. Организации становятся устойчивей. Люди, самые главные люди, так сказать, понимают, начинают понимать свое истинное положение. И создается организация боевая, сильная, которая воспитывает людей. Еще один момент, важный очень. Значит, профсоюзная работа, вот эта борьба – вещь непрерывная. Вот остановились, значит, пошли назад. А пошли назад – это поражение. Пример, докеры. С величайшим уважением, окажется, ко всему, что они сделали. С восторгом даже. Но! Вот их здесь нет уже сколько? Года три. Почему? Как они всего достигли, и им никто не нужен. Сейчас их начинает давить. А уже организации-то и нет. Они потеряли. Вот это терять нельзя. То есть, надо все время, чтобы у действующих лидеров были, так сказать, на подпорке люди, которые могли бы их заметить в любое время. Это вот очень важно. То есть, готовить смену, воспитывать кадры – это очень важный момент. А воспитывать кадры лучше всего, когда люди участвуют непосредственно в организации, значит, и проведении коллективных действий. Ну, вроде все. Все, спасибо. Спасибо. Вопросы немножко? Нет вопросов. Ну, кто товарищи? Кто еще выступит? На самом деле, сложно, наверное, говорить после такого выступления, где показан действительно и широкий опыт. Единственное, наверное, что еще добавить к тому, каких, то есть, к чему должны готовы быть непосредственно люди в коллективе, да? Ну, это звучало, но я как бы на этом заострю немножко внимание. Так как только коллектив, значит, принимает себе на вооружение коллективные какие-либо действия, администрация сразу, значит, противодействие, значит, поступает следующим образом. За что можно, вот мы как-то здесь в перерыве обсуждали этот момент, за что можно как бы сразу всю эту работу провалить, да? И как бы оттолкнемся назад из-за этих действий то, что сплоченности понимания ответственности самого коллектива должна обязательно быть, да? Потому что когда некоторые, ну, как бы не осознавая всей важности, значит, этого момента, ну, позволяют себе маленечко как-то расхолаживаться, да? И получается то, что вот те дисциплинарные моменты, это ведь самое уязвимое место. То есть какая-то минуточка, где-то ты не там что-то сказал в рабочее время, это уже, как бы, засветился перед руководством, нарушил трудовую дисциплину и тому, так далее и тому подобное. Вот здесь, значит, очень надо четко понимать, значит, как этот процесс будет проходить и на любое требование работодатель будет отвечать вот такими жесткими, значит, что касаясь, ну, по крайней мере дисциплины, это вот самое-самое легкое, до чего он будет добираться. То есть, ну, я думаю, нигде идеального коллектива нет и поэтому очень легко, как бы, работники попадают на эту удочку. Значит, другой вопрос, это вопрос удобных работников. Есть такая категория работников, я не буду говорить, что там они пьющие или еще какие-то, но которые идут, они вроде бы в основной массе, да? Да, когда начинается, значит, дело принимает такой оборот, они начинают, как бы, колебаться и в ответственный момент могут, значит, свою позицию изменить и при этом изменением, своим изменением, как бы, они-то уже, понятно, что изначально их позиция была не солидарна с нашей, да? Но они шли, как бы, все идут, и мы вроде идем, как бы, не выделяться. Но когда вот пошли, значит, в противовес активным действиям действия администрации, эти люди у них тоже нервы, да, они, соответственно, сдаются и могут с собой оттянуть еще какое-то количество людей. Вот за этим тоже очень надо, как бы, следить, то, что люди, которые представляют и руководят этими коллективными действиями, действительно должны быть проверены, не на словах, а на опыте, да? Ну, и всех лидеров, как бы, мы сейчас говорим, если о профсоюзе, то эти, значит, люди, они выборные и действительно им делегируют это право коллектив. Вот, и можно попасться еще, значит, на такую уловку, которую у нас администрация принимает очень широко в плане того, что вы вот выбрали, вот буквально вчера также мне было, наверное, за одно заседание раз пять сказано. Вы вот выбрали и берите на себя ответственность, то есть вы выборные люди, вы представляете здесь коллектив, вы берите на себя ответственность, почему я, руководитель, должен брать на себя всю ответственность за предприятие, а вы вот такие вот названные и не хотите этого делать. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что один человек, вот, ну, что он может разобраться, допустим, приходит, он согласовывает, ну, там, любое изменение любого положения, там, приказ, что угодно. Порой даже недостаточно одной головы, чтобы понять всю опасность того или иного изменения, которое предлагается, значит, да, обязательнейшим образом это должно дойти до коллектива. У нас, значит, какая, они предусматривают, значит, такую работу, подсунули приказ с изменениями, особенно отраслевые профсоюзы, не глядя, это все подписали, и все дело, значит, дальше принимает такой оборот. Вот, значит, профсоюз подписал, согласование на всех уровнях руководства документ прошел, и остается время для ознакомления с этим документом уже непосредственно коллектив. А приносит, значит, этот документ в коллектив, коллектив его начинает изучать, ребят, мы вот не согласны. Да что вы не согласны, уже профсоюз согласовал, какие еще могут быть возражения. То есть, тем самым подставляет работу датель под удар лидеров профсоюза. Вот почему это делать, крайней мере, опасно. И, опять же, чтобы не было, ну, хотя манера руководства, конечно, переходить на личности, каждого там как-то зацепить, или там, покажите мне конкретный пример, этого делать тоже, ну, не нужно. Конечно, если мы представляем, значит, коллектив, то и надо обобщать в этом плане, потому что работают все примерно в одинаковых условиях. Выделиться всегда кому-то хочется. И бывает тоже, что какой-то вот проект может запустить работу датель, даже из среды профсоюзников, выбрать себе удобного человека. А нам уже в открытую говорят, нам такой профсоюз не нужен, который ничего не согласует. Они привыкли, что, значит, у них есть отраслевые профсоюзы, которые стихомолочку все тише подписали, они там отрапортовали наверх, что все, работа проведена. И в большинства больших предприятий, где, значит, вот отраслевые профсоюзы, это делается так, и даже вот принимаются сами коллективные договора для того, чтобы просто отчитаться. Вот вроде игра в демократию, у нас есть и коллективный договор, у нас есть и профсоюзная организация, и все у нас так великолепно. А у людей низкие заработные платы, плохие условия труда, в общем, у людей беда, но вы их не слушаете. Это как Владимир Владимирович про зарплату. Есть специалисты, есть народ, но народ не специалист, так же и тут. Вот эти действия, да, лидеров, безусловно, должны, их опорой должен быть коллектив, да. Когда человек понимает, что, если, опять же, идут где-нибудь переговоры, тем более на территории, значит, работы дателя, или вообще бывает там где-то за территорией предприятия. Это очень сильно. Мы, как бы, один раз, был у нас опыт такой первый, единственный пока. Значит, был митинг, и другая часть представителей коллектива, значит, сидела и утрясала вопросы по принятию коллективного договора, значит, в кабинете директора. Директор, значит, за четыре часа до митинга позвонил и сказал, то есть, вот вам четыре часа, или вы отказываетесь от митинга, вот, или я там принимаю, там, ну, угрозы, как бы, такие были, да. Ну, а народ уже на взводе, все на митинг, то есть, придя в коллектив, сказать, ребят, митинга не будет, это самому себе, грубо говоря, голову сорвать, да. Ну, соответственно, был проведен митинг, и те люди, которые в этот момент присутствовали непосредственно у руководителя в кабинете, они сказали, что мы больше такого переживать не хотим, что он там делал, рвал металл. Но те люди вели себя спокойно, потому что чувствовали, что на площади стоят их коллеги, то, что мы делаем общее дело. Конечно, там руководство пошло на определенные хитрости, к которым на тот момент профсоюз не был готов. Ну, кто ничего не делает, тот и ошибок тоже не допускает. Вот, а в принципе, силу очень, я уже не раз приводил примеры, значит, по изменению, тоже в одностороннем порядке хотели изменить условия трудового договора. Вот, человек пришел один к специалисту, значит, департаменту, ему сказали, если недовольного, всегда можно как-то оговорить, назвать или болваном, или еще что-то, или темным, там, или еще как-то. Сказать, иди, ты ничего не понимаешь, дескать, успокойся, тебе там все объяснят руководители, которые тоже в этом вопросе, допустим, не бельмеса, не понимают, да? И другое дело, когда группа людей уже пошла разбираться, там уже совершенно дело принимает другой оборот, и уже на них смотрят совершенно по-другому. Когда ты пришел один, и тебя там как-то, и когда пришли пять человек, уже сложнее, потому что у каждого, на каждую ситуацию видение свое, и уже пятерых-то, конечно, обмануть, или как-то слукавить в том или ином вопросе будет гораздо труднее. Ну вот, все, что хотелось добавить, наверное. Спасибо. Важность коллективных действий и поддержка коллектива очень важна в таких сложных вопросах, как отстание своих интересов. Так получилось, что мой опыт, когда я уже выросла, ну, начала трудиться, у меня нету. Но у меня был опыт, когда я училась в школе, в старших классах. У нас класс был не согласен с преподаванием одного учителя, решил, что он нам не дает знаний, и сорвал от зараз урок. На что дирекция школы подошла и сказала, что уроки срывать не положено. Если вы хотите добиться пересмотра учителя или какого-то манера преподавания, ваш класс полностью, коллектив, на тот момент там было больше 35 человек, должен полностью, ну, весь класс, бойкотировать урок. Причем не просто, а прийти к директору, написать серьезное заявление, что таким-то, таким-то пунктом мы не согласны с учителем. Ну и так далее. Ну, были проведены меры, то есть наш класс собрался, написал коллективное обращение, что мы не согласны, что этот учитель преподает, не дает нам знаний, просим рассмотреть этот вопрос. Следом было родительское собрание в присутствии учеников, и мы разбирали. Учителя нам не поменяли. Объяснено было так, что, конечно, мы сделали все правильно, но было всего 5 человек, которые нас не поддержали и пошли на тот урок, который мы бойкотировали в тот момент. Ну, поскольку были школьники, серьезных последствий не было, кроме давления учителя. Что я хочу сказать, что 30 человек, у нас было 30, то есть 35, то есть 30 человек, как говорится, потеряли свое тот достижение на тот момент, потому что мы не уследили за пятирьме, они вроде как растворились. Ну, как-то, ну, может быть, я не знаю, не уследили, думали, они домой пошли. Ну, вроде бы как нет, но вроде бы как они с нами. Оказывается, они потихонечку пошли на урок, потому что учитель был умный, он никуда не ушел. Он сидел в классе и ждал, что кто-то придет. Так я к чему это говорю? Что нужно действительно, наверное, не только работать с коллективом в том, что убеждать в своей позиции, что мы должны изменить при принятии коллективных договоров, а еще как раз, да, действительно выявлять тех людей, которые смогут уменьшить ваши достижения. То есть уйдут к директору или не поддержат, или не придут с вами, когда вас нужно поддерживать. Я так думаю, что в каждом коллективе в большинстве случаев таких людей выявить сразу не проблема. Ну, в принципе, все. Спасибо. Да. Уважаемые товарищи, проект постановления Российского комитета рабочих «Организация коллективных действий». Российский комитет рабочих отмечает, что без коллективных действий невозможно улучшить положение рабочих. Угроза забастовки действует тогда, когда коллективам ранее была проведена успешная забастовка. При проведении коллективных действий профсоюзы должны выдвигать требования, способствующие реальному улучшению жизни рабочих, а не просто консервации существующего положения дел. Такими требованиями являются сокращение рабочего дня без понижения заработной платы, повышение уровня реального содержания заработной платы, улучшение условий труда до условий, обеспечивающих сбережение жизни и здоровья работников, сохранение численности работников предприятия при его модернизации, защита от преследований и законного увольнения профсоюзных активистов, в том числе после прекращения выполнения ими руководящих функций. Организации проведения коллективных действий требуют проведения большой подготовительной работы, значительная часть которой ложится на профсоюзный актив. Именно поэтому усилия работодателя по разрушению профсоюза, предотвращению коллективных действий направлены прежде всего на нейтрализацию тем или иным способом верхушки профорганизации. Практика показала, что наиболее эффективно противостоять давлению администрации, способны профсоюзные лидеры, проникнутые идеями коллективизма, подчиняющиеся прежде всего партийной дисциплине. В связи с этим необходимо активное вхождение и работа членов партии рабочего класса, существующей профсоюзной организации и создание новых боевых рабочих профсоюзных организаций. Залогом успеха работникам в борьбе за свои интересы является движение от частных требований к требованиям общим, основанным на коренных интересах рабочего класса. Российский комитет рабочих рекомендует всем рабочим профсоюзным организациям при проведении коллективных действий выдвигать солидарные требования из программы профсоюзов задачи коллективных действий, такие как переход к 6-часовому рабочему дню без понижения зарплаты и повышение уровня заработной платы до стоимости товара рабочая сила. Уважаемые товарищи, данный проект постановления есть предложение принять за основу, кто за, против, бездержавшись. Повестка дня исчерпана, работа российского комитета рабочих на сегодня приостановлена. Возобновляем работу завтра здесь же в 9.00. Ну а сейчас занимаемся предложенным обсуждением проекта в постановлении.